Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать чит для роблокса на мобильной версии телефона, ну то есть на мобиле, короче. Делаю я это первый раз. Вместе с вами сейчас заодно протестируем и поймем, как это правильно нужно делать. Видосы я обучающий посмотрел, которые уже другие ребята записывали. В принципе, сложного там ничего нет. Значит, буду скачивать флюксус. Также есть, по-моему, еще другой какой-то чит, но я не стал его смотреть, этот видос, как его устанавливать. Короче, я почему-то больше доверяю флюксусу. Вот, вы как хотите, в принципе. Сегодня я именно покажу, как скачать флюксус. Значит, в поиске пишем флюксус андроид. Нажимаем поиск, заходим на сайт. Дальше листаем вниз. Так, и нам нужно для мобилы скачать, получается. Первым делом скачиваем роблокс. Скачивать ему нужно обязательно, потому что на той версии роблокса, которая у вас уже скачена, к сожалению, чит не будет работать и нужно именно вот эту вот версию скачать, чтобы роблокс работал. Значит, чтобы скачать, нажимаем роблокс АПК. Так, здесь просит выбрать, каким образом установить. Ну, Play Store. А, он установлен. Так, ладно. Окей, я просто смотрел видос, там чуть по-другому было. Допустим, сейчас попробуем. Вот он у меня установлен. Дальше флюксус АПК нажимаем. И вот здесь самая такая занудная и ненужная фигня. То есть, чтобы вам установить вот этот флюксус на Android, вам нужно пройти некоторые действия. То есть, нужно типа посмотреть рекламу. А здесь есть такая прекрасная кнопочка Skip. Мы ее нажимаем. Все, у нас скипается реклама. Далее нам предлагает скачать флюксус АПК. Нажимаем «Да». Скачивается. Все скачалось. Нажимаем «Открыть». Дальше, смотрите. Обязательно нужно разрешить Google Chrome. Ну, может быть и кроме Google Chrome еще у вас какой-то браузер попросит разрешение. Значит, это разрешение нужно для того, чтобы смогло установиться приложение. Вот это флюксусом. Здесь вот ищем нужное нам приложение, нужный нам браузер. Вот я нашел. Разрешил доступ. Сразу у меня высвечивается установление приложения. Нажимаем «Установить» и ждем, пока установится. Все, отлично установилось. Дальше нажимаем «Открыть». Здесь тоже все разрешаем, то что он просит. И ждем, пока пройдет сканирование. Все, наконец-то у меня установилось приложение «Флюксус». Заняло у меня это около трех минут. В принципе, ну, довольно долго. Возможно, у вас будет быстрее, возможно, медленнее. Но сам факт того, что просто нужно ждать. И смотрите, мне предлагается удалить приложение «Роблокс». Обязательно его удаляем, потому что так нужно. Без удаления «Роблокс» приложения у вас может не работать чит. То есть, обязательно нужно удалить. Дальше. Здесь тоже нужно выдать доступ к читу. Мы открываем вот то, что у нас просит. Разрешаем этот доступ. И дальше у нас выходит установка «Роблокса» опять заново. Мы его устанавливаем. И ждем, пока установится. Все, отлично установилось. Довольно быстро. Теперь открываем его. Произошел сбой. Значит, закрываем приложение и сами, короче, заходим. Так. Открываем. И... Почему-то он не хочет открываться. Вопрос, почему? Вот здесь, конечно, непонятно вообще. Давайте поступим другим способом. Попробуем все-таки «Роблокс» установить через сайт «Флюксуса». Заходим опять на их сайт. И устанавливаем. Допустим, АПК приложение. Так. А где здесь кнопочку «Установить»? Пока что не вижу. Может быть, просто нажать надо? Да, вот. Все просто нажать. Скачиваем «Роблокс». Ждем, пока установится. Да, конечно, повозиться вам придется немножко, чтобы поиграть с сайтами на мобильном телефоне. Но это того стоит. То есть, вы потом не пожалеете, что у вас получится поиграть с сайтами на телефоне. Пока это тем более возможно. Так, уже почти скачалось. Чуть-чуть осталось. Буквально пару секунд. И будем пробовать заходить. Сначала, наверное, просто установим и зайдем в приложение «Чита». И посмотрим, что нам чит напишет. Все, я установил. Открываем чит. Здесь он опять что-то проверяет. Окей, ждем. Короче, заново почему-то у меня опять начал полностью все устанавливать «Флюксус». Заняло у меня опять это около трех минут. Ну, в принципе, я подождал. Время у меня есть. Тут опять предлагают удалить приложение. Окей, давайте удалим. Так, мы его удалили. И опять просят установить. Устанавливаем. Я надеюсь очень сильно, что в этот раз наконец-то у нас получится открыть этот «Роблокс» и поиграть с читами. Наконец-то, спустя, наверное, минут 6-7 у меня получилось открыть нормально «Роблокс» через приложение «Флюксус». «Флюксус». То есть, чит уже будет работать. Это 100%. А теперь что нам нужно? Нам нужно зайти в аккаунт. Все, наконец-то я зашел в аккаунт спустя 100 лет. Давайте тестить. Так. Сейчас я зайду на тот режим, на который буквально недавно выкладывал скрипт на свой сайт. Сейчас я его найду. Секунду. Такой самый простецкий режим зайду, чтобы особо телефон не нагружался. И чтобы показать то, что чит работает на мобильном устройстве. Давайте, в принципе, в Dragon Race зайдем. В принципе, он не особо требовательный. Заходим. Ждем, пока загрузится. Вот, кстати, я не знаю, сейчас экран перевернется или нет. Да, экран перевернулся и тут у меня все полетело. Ладно. Но самое главное, как видите, я зашел в игру и у меня появилось вот такое окошко. А это очень хорошо. Так, сейчас я немножко это все подредактирую. Секунду. Сейчас. Техническая пауза небольшая. Ничего страшного, в принципе, бывает. Ну, вот так вот более-менее. Давайте я вот это все остальное скрою лишнее, чтобы оно не мешало. В принципе, кто увидел эти надписи о моем сайте, я думаю, уже догадался, что нужно делать. И давайте я, в принципе, на весь экран сделаю, чтобы вам было лучше видно. Не, на весь экран все-таки не получится сделать, просто не дает. Из-за того, что я сейчас записываю видео с телефона и передаю запись телефона на экран компьютера. Короче, пока что ладно, пусть так будет. А что нам дальше здесь нужно делать? Нам нужно получить ключ. Нажимаем кнопочку получить ключ. Ссылка скопировалась в буфер обмена. Опять все полетело к чертям. Весело. Что я еще могу вам сказать? Не думал, что такие траблы будут. Короче, ладно. Сейчас чуть-чуть опять обрежу. Значит, заходим, короче, в браузер. Так, давайте я вам чуть-чуть еще сделаю, чтобы вам было видно. Дальше. Открываем новую вкладку. В этой новой вкладке вставляем скопированную ссылку, которая скопировалась. Переходим на сайт. И здесь нам нужно получить ключ. Ждем 10 секунд. И нас, по идее, сейчас должно перекинуть на другой сайт. Пока 10 секунд идут, давайте я чуть-чуть побольше сделаю экран, чтобы вам было получше видно. Ну, примерно так, я думаю, сойдет. Конечно, все криво-косо, но я не знал то, что так полетит и такое вообще случится. Ну, ладно, в принципе. Я думаю, так тоже нормально. А, и почему-то меня не перекидывает. Написано то, что да, тебя перекинет через 10 секунд. Хотя 10 секунд, в принципе, уже прошло. Только вот почему меня не перекидывает, вот это вопрос. Ладно, давайте подождем. О, вот, все, наконец-то. Ну, прошло, кстати, больше 10 секунд. Секунд 30, наверное, точно прошло. Видите, обманывает нас немножко. Разработчики обманывают. Ну, ладно. Так, все, я нажал там на черную кнопку. Вы также нажимаете. Потом меня опять перекинуло на сайт Fluxus. Здесь нам нужно опять подождать некоторое время. Давайте подождем. Так, все, наконец-то. Спустя, наверное, минуту меня опять перекинуло куда-то. Для вас сразу говорю то, что это будет все очень быстро. Я, короче, не буду ускорять просто запись, а обрежу в некоторых моментах, чтобы ролик не получился таким длинным. Дальше опять на черную кнопку нажимаем. Потом нажимаем на нашу волшебную кнопочку Skip. Скипаем эту рекламу. Далее нас опять перекидывает на этот сайт. Опять ждем. Так, наконец-то. Спустя опять 100 миллионов лет. Меня перекинуло на последний чекпоинт. Сейчас, когда мы нажмем на черную кнопку, у нас покажется ключ. Нажимаем. Ага, опять реклама. Опять нажимаем на нашу чудесную кнопочку Skip. И... В смысле? По идее сейчас должен был показаться ключ, но почему-то по какой-то причине он не показался. Вопрос, почему? Ладно. Короче, ждем опять. Опять. Спустя 1 миллиард лет. Все. Вот это 100% это последний чекпоинт должен быть. Потому что... Ну, блин. Если они еще больше сделали, это просто глупо. И тупо. Нажимаем на черную кнопку. И... Опять реклама. Опять нажимаем Skip. Наконец-то. Аллилуйя. Просто можно крикнуть. Ура. Трехкратные. Наконец-то мы получили этот ключ. Ага, вылезла реклама. Я хотел его скопировать. Вот тут кнопочка есть. Все, я его скопировал. И заходим в Roblox. Так, у меня, конечно же, вылетела с игры. Но если у вас с игры тоже вылетела, ничего страшного. Просто заново. Так, подождите. Давайте пока заходить не будем. Сначала зайдем на мой сайт. Кто не знал, у меня есть мой личный сайт. Называется он ScriptRB. Здесь очень много всяких различных скриптов. Здесь нажимаем на три полосочки. Появляется поиск. Пишем Dragon Race. Ну, сейчас я пишу тот режим, на который буду показывать скрипт. То есть, когда вы играете в другой режим, естественно, пишите другой режим, название режима. И у вас будут появляться скрипты для этого режима. Значит, чтобы получить скрипт, нажимаем первый раз кнопочку скачать, потом второй раз скачать. И вот появляется скрипт. Мы его копируем. Все, на всякий случай, чтобы он у нас сразу был. Возвращаемся опять в Roblox. Нажимаем кнопочку Play. И ждем, пока зайдет в игру. Сейчас опять у меня экран слетит. Да, экран опять, как всегда, слетел. В принципе, неудивительно. Сейчас опять немножко подредактирую. Кстати, на удивление, как видите, ключ я скопировал, но сам чит у меня ключ не стал просить, на удивление. Хотя, по идее, должен был попросить вот этот ключ, который я скопировал. Ну, ладно, в принципе, тоже неплохо то, что он не попросил, но самое главное, чит сейчас работает. Начал работать. Значит, сюда пишем скрипт, который мы скопировали. Захожу в буфер обмена. Вы можете это по-другому сделать, как вам удобно. Вставил сюда скрипт, который я скопировал. Так, и все, что нам остается сделать, это нажать на кнопочку «Выполнить из текстового поля». Нажимаем. И, вуаля, спустя 100 миллионов лет у меня появился скрипт на телефоне. Как видите, читы на телефоне работают. Если вам мешает вот эта вот иконка флюксуса, вы можете нажать на две стрелочки, которые смотрят друг на друга, и чит сворачивается. Дальше. Нам нужно каким-то образом перетащить вот эту менюшку скрипта, который загрузился. А вот как вот это вот сделать? Вот это вопрос. Слушайте, просто это вообще нереально, это неудобно. Сейчас я вот попробую с компьютера это сделать. Может быть, с компьютера получится. Так, слушайте, у меня его получилось открыть. А перетащить получится, нет? Тут вот эта тупая менюшка бега мешает. Из-за нее я не могу перетащить вообще никак менюшку скрипта. Ну ладно, давайте тогда так. Откроем, в принципе. Так, и давайте тестить. Первая функция это «Winz Farm». Включаем ее. Не, ну это нереально. Просто с телефона она еле как включается. Но включилась, у меня получилось. Как видите, все работает, все отлично. Победа мне начисляется. Чит работает, все прекрасно. А также другие функции, в принципе, смысла мне кажется нету показывать. Затягивайте видеоролик. Как видите, скрипт работает. Все четко, можете пользоваться. Также не забывайте поставить лайк на этот видеоролик. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи и пока.